Всех приветствую. Сегодня седьмой день нашего отдыха в Альвере. Идем вот на пляж. Шторм вроде под утих. На табло волнение моря 1 балл. Может купаться можно. Ни вчера, ни позавчера нельзя было. Идем на бум. В Турцию собираются. Набрали пиво. Вряд ли назад вернуться. А так, дорогие друзья, на эту сторону на Альфанасье в скором времени прибудетесь вовлекать на занимательной морской прогулочке. Ребята, вы тут на возле жизни радостные и счастливые. Если желающий отправиться в такой же невероятно кайфовый лайтовый круиз, подходите в наш пункт проката, обращивайте в лаган, будем отправляться. Паяточка на водном банане абсолютно безопасненького, у нас двух ряд, и никого не скидывайте, сбрасывайте, переворачивайте. Катаются как дронлые, так и дети, всем выдаем первеный спасатель в России. Ну а на любительных тримонов в прокате имеется аншамб... Ну а на любительных тримонов в прокате имеется аншамб... Я думаю, что она у нас накрененая, а тут масло сзади на эту сторону. Я не могу посередине сесть сыра. Там уже лето не бросили, да? Там ребенок, наверное, был. Если бы попросил, тебе бы, да? В открытом море... В открытом море Светка купается. Как назад полезу, не знаю. Тюлени на борту. Вот моя. Я разворачиваюсь. Пусть. Пусть. Да? Вот сейчас и рулится нормально, кстати. И педалится легче. И педалится легче, да. Ты там подгребаешь, что ли? Нет, им все работают на берегу. Вот! Если бы мотора не было, я бы булькала ногами. А какого мотора? Ну, вон этот. Ру! О! Ничего себе! Дельфины на пряже прямо. Вот мы в том, как вы наблюдали. С берега. Так ты не разворачивайся! Ну, это так, когда он рулится, знаешь, как-то в ядро. Ну, там близко вот и булькал. Ну, и все, и нету. Сейчас делают их. Смотрите. За Ставридкой пришли. Надо развернуться, чтобы у нас не телебал. Ребятам повезло прямо рядом с ними было. Все, и нету. Все, сейчас. Где он там выдох? Так, чтобы нам с этим не встретиться. С Джонни. Вolinка. Для этого... Вианя поиска. Вписывайся. А вAUТР- Ваш ступень и черно. Не получилось у них свалить в Сурцию. Друзья, берите, не стесняйтесь. Что, дельфинов погладили? Я плавала в открытом море. Ну это километров пять от берега надо. Восле Катамараны. Все равно я так далеко от берега никогда не плавала. Что, даже дна не видела? Понятное дело, откуда там дно. У каждого моря есть дно. Ну оно глубоко. Ну, здорово, блин, покатались. В общем, деньги на ветер. Не свалили они нифига в Турцию. Сейчас меня винищем, пилищем опять будут поить. Надоело уже. Належались, насиделись, накупались мы на пляже. Смотрим, какая вышли мы из-под той надписи фламинго. Там метров 30-40 до пляжа. Мы заходили напротив отеля Адельфия. За него там уже набережная. И вышли мы до Диани. Грузинская кухня. По всеми делами. Это улица Просвещения. Вот это тоже здесь с живой музыкой по вечерам. О, суши. Кафе Гамбала. Идем по улице Ульянова. На той стороне. Кортные товары всякие. Сувениры, футболки, купальники надувные. Клюшки, фланцев везде много. Продается и даже с этой стороны. А здесь мне не нравится ходить. Тротуар гузенький. Народа всегда много. Магазин магнит. Что-то я своих потерял. А, они идут по той стороне дороги. Сейчас перейдем, посмотрим. Что мы думали брать. Что брать надумали? Да, все это, докупить хочет, что мало. Половинка вкуснятинок. Ну, вкуснятинок. Все у нас там лепешка есть, да? Лепешка целая, да, есть. Пока ребята выбирают, мы тут что-нибудь выберем. Что тут дела, какого сыра? Солопнули, короче. Домой. Да. Что стоит? Пожалуйста, я здесь. Ага. Гады. Ой, да курма ваша-то. Да нет, мы вон, сыр взяли только. Один курник. Приедем чикурек. Чикурек корректно? Нет. А вот это вот. Сугарик. А вот это что за рыбка? Гаргарина. Парагарина. 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 А вот такая маленькая? Парагарина начинает. Ты думал, там тебе не крова, а она стоит. В общем, купили мы на обед себе всяких вкусняшек с Тряпаном. Идем дальше по улице Ульянова. Николай ждет свои вкусняшек. Хотя у него баранина там умотаться дома. Вчера набрали, еще осталось. Там их упало. Не проплает. И ну все. Вот это я понял. Это мед с жиром. Там есть мед с жиром, есть мед с орехом и есть обычный. У вас не такой, ни те цветы, ни та пасека, ни те пчелы. Ну, на чем у вас неправильные пчелы. Неправильные пчелы, они делают неправильный мед. А сколько баночков стоит? Трисот пятьдесят. Спасибо. Овощи фрукты тут же. Света у тебя не даст. Тоткиус там сладости какие-то. А что ты смотришь? Я не смотрю, я вот стою и еду. Возьми пару штук домой. Помягче пожилче, какой любите? Помягче. Хватит? Да, так много. Еще что? Еще что? Все. Чурочек ела. 220. Тут только переводить, да? Да. Знаешь, куда прикладывать? Не, жили есть. Вот я ему хотела показать. Ну, пришли два киоска на улице Ульянова и затарили. Как направишь? И на улице Ульянова мы все закупили. Овощи, фрукты, плюшки пообедать. У жены еще там крылышки в холодильнике. На обед так по мелочи я стал ждать. Нет желания по столу бегать. Она побежала. И пройдем мы сейчас не дальше, как запланировали по Ульянову, а по улице Крупская пойдем. Ближе к дому. Вот тут мед, приправа, все есть. И овощи, фрукты за углом. Вот, например, наглядный пример, улица Крупской. Вот они вот так поперечные улицы все. Крупская, 8 марта. Павлика Морозова, какая-то еще там. Как там? Магдана Хмельницкая. Улица, дорога, никаких тротуарах, ничего нет. В отличие от нашей Кирова с широченными тротуарами. Далее, даже вот на такую улицу Крупского и то полно сувениров всяких. Выбирайте любые ракушек, коробки. Иди вон ракушки, смотри, какие классные. Да я их посмотрела, пока там стояла. Улица Крупская так же. Продолжаем следование домой. Вот тут машина должна парковаться негде. Ни тротуара, ни хрена. Машина поедет, убегая в любую сторону. Все застроено гостевыми домами. Все это сдается. И продается. Вон там же объявление есть. Насколько помню, это с параллельной улицы вход. Поэтому здесь так непрезентабельно. Улица Крупская, 31, да. Отдыхайте, у нас сдаются комнаты в море. Это, можно сказать, вторая линия. Очень близко к морю. 2-3 минуты ходьбы. И тут так же сдаются комнаты. Улица Крупская, 3-4. Ну, на машине епсона не поехала. Только на улице оставляли. Вот так. Там, скорее всего, это стоит денег. Стояночка такая. Обычно вот так дом. И дверь сразу же на улицу. Вот такой гостевой домик. Улица Крупская, 25. Тут уже стояночка побольше. Крупская, 28. Зебень тоже брет. Он, балкон, красивый в гостевом доме. Крупская, 24А. С зеленью и огромный, видно. Что там с размером комнаты, не знаю. Крупская, 21, дробь, 1. Это проход туда. Ну, нормально, теневой. Под крышей. Крупская, 22, дворик, красивый. Все цветет. Напомню, июнь месяц. Сегодня 20-е вроде. Хотя, может быть, и 19-е, и 21-е. Мы отдыхаем так ударно, что числа не помню вообще. И даже недели тем более. Вот я говорю, вот так вот и идем. До Кирова будем идти так. Не тротуарах, ничего. Одна проезжая часть. И машины по бокам. Вон домик тоже хороший, красивый. С большими балконами. Крупская, 18А. Тут заезд. Отель Горица. Тут тоже какой-то хотели. Отель. Русских слов не хватает. Нормально же, красивый название. Гостевой дом. Вот при одном из них. Крупская, 9. Продукты, 24 часа. О, 8 фруктов. Целая витрина. То есть, можно даже ночью подойти, затариться фруктами. Без проблем. Крупская, 8. Повторю, это уже максимум вторая линия. 2-3 минуты ходьбы до моря. Ничего страшного. Поворота красиво оформлены на Курской шерсе. Еще один. Местевый дом или отель. Названия разные бывают. Кто называть отелем? Кто называть местевым домом? Кому как удобнее. Вижу тут параметры. Гвардевская, с нее, скорее всего, входа. В эти гостевые дома. Комнаты не сдаются. Просьба не беспокоить. Странно. Обычно все сдается. То есть, мы выходим на улицу Кирова. Это какая-то чебуречная. Шерстничная. Они только-только включаются. Сразу же, видите, появляется тротуар. У сусенки нет, но появляется. Дальше больше будут шире. Ну, в ту сторону моря. Максимум 100 метров. Храм Троицкий. Это уже улица Кирова. И заметьте, как выросли тротуары в размерах. Все днестри. Перечень перегресток. Пошли вдоль улицы Кирова. Смотрите, какая тень. Кипарисы. Вот эта лисвинца какая-то с шишками вверх растет. Сразу же тенечек. Ширина тротуаров. Все дела. Общество растет. Красота выходит. На той стороне школы искусств. Место Адлеровской. Она и на этой есть. Вон там какие-то хинкали. Я уже заблудился, вернее. Старик хинкалочек. Хинкали танцевали. Еще какие-то хинкали. Тут хинкали много. И отели вот такой высоты. Отель Либерти. Не знаю, почему там номера. Как бронировать. Но нас устраивает улица Кирова, 42, гостевой дом, Северянка. Не надо на высоких этажей бегать. В общем, самый кайф. В прошлом году тут была блинная. С одной стороны здание школы искусств. А с другой стороны блинная. И у нас-то блинная сделали старик хинкалочек. Они говорят, что тут хинкаль будет дофига. Очень много. Фитики, парисы огромные. И нам дальше идти. Через Пиццариусе Сицилия. Мимо нее. Мимо двух плотанов. Один уже пенек. Культурно красиво изрезан. Фигуру вырезан. Другой еще живой. Растет. Ну, переходим тут быстренько. Семейная пиццерия. Блюдо на любой вкус готовят. Не только пиццу. Не основное. Просто название. Пиццерия. Суши. Еще что-то. Роллы. Пиццера. Торты, салаты. Все делается. Все для дыхающих. Горячие блюда. Гарниры. Все делается. Это улица Кирова. Еще раз потык. Скажу. Тенечек прохлада. Широченный тротуар. Что в Азии редкость. Такие тротуары только мною замечены на двух улицах. Это улица Кирова. И параллельно в той стороне идет улица Демократическая. Тоже широкие, темные, теневые тротуары. Вот платан один. Высруганный зиму. Фигурная резьба по дереву. А вот этот живой, настоящий платан. Растет. Огромно каких размеров. Тут даже табличка. Платан восточный великан охраняется государством. На территории рядом с ним все запрещено строить. Ну, какое-то расстояние там далеке Магнолия цветет. И налоговая служба. Повторю еще раз, какие высокие кипарицы. Теневая сторона. Вообще классно. Сегодня как раз, вернее, вчера вечером я наблюдал белок. Бегали они с каких-то деревьев, которые там, на перекрестке улицы Ленина, Кирова находятся. Бегали вот на эти пальмы по проводам. Прям толпами туда-сюда. Вернее, в один конец бегали они. Живут, что ли, на пальмах. Видел я прям с балкона. Вместе с его дома Северянка. Кипарицы какие. Офигенно. Прям душа отдыхает. Кипарицы и пальмы вместе. И вот там фонарики днем светятся. Это хинкали танцевали в заведении. Нам не доходя до него. Сворачивали. Так что с едой проблем тут нет. Пока же хинкали танцевали, но не ходили. На мост, выйди в ворота. И через парень-магерскую хинкали танцевали. Все, мы уходим. В общем, решили мы сегодня, после столь длительного пребывания на пляже, купания, катания на катамаране, в столовую не ходить. Решили поесть на улице, набрали в забегалок, много-много всякого. Ну, как много, нам хватит. Плесили со вчера на мангале приготовленного брали с шашлуком. Остались курники и чебурек. это у меня жена кушает а кое-кто еще готовит еду на летней кухне на общей кухне в общем уйди супер видеооператор пришел вот так здесь выглядит общая кухня приходишь готовишь весь микроволновка чайник электроплита телевизор но должен работать и холодильник для охлаждения напитков посуды уже сколько хватит на всех всяко и ложки и вилки и тарелки и все есть и даже соусы стоят это ликбическая тоже нормально даже рюмки под водку под чачу под коньяк и места тут хватает выше больше чем надо вот так это выглядит тенечек куда улетают птицы на юг все знают где падают звезды в море и сразу даю где лето так долго длится как будь то вечно и где облака над морем плывут беспечно дождь и холод нет далеко отсюда адлер это лето лето это чудо солнце на ладошке брызги на ресницах адлерское лето пусть зимой приснится